Теперь перейдем к вопросу, почему же все-таки я купил другую палатку, а именно потому, что хочется мне сидеть в палатке большой компании, и чтобы всей компании было комфортно, чтобы в ней легко помещалось минимум 4 раскладушки, при этом был столик поставлен, печка работала, плюс моя семья подросла, дети подросли, они тоже, стало им интересно выезжать куда-то на природу, для них тоже будут приобретены раскладушки, соответственно, чтобы я мог пользоваться полноценной палаткой со всеми удобствами, какие возможно для 4-х человек. Самая большая палатка от компании Берег, 19 квадратных метров, МФП-5. Заходим в палатку, переключился на другую камеру, потому что с фотоаппаратом невозможно взять нужный ракурс. Итого, при входе, вот эта печка стоит, экономка малая, но сюда, конечно, будет экономка большая, дальше она выступать не будет, она длиннее, соответственно, труба, все четко, можно еще чуть-чуть к стенке сдвинуть, если взять углы под 45 градусов. Сетка в комплекте уже термостойкая, в комплекте сеточка появилась под голову, раньше ее не было, пол тоже в комплекте, потому что были комплектации без пола, людям попадались. На каждой стенке кармашки, прям очень много. Чем отличается еще УП-палатки от МФП? Это маленько разные вещи, и это надо, ну, знать, я не знаю, почему мало распространены именно МФП-палатки, они первые. Они намного дешевле, прям существенно дешевле, чем УП-шки. У них есть МФП-палатки, бывает тройка, четверка и пятерка, и у них все очень просто и понятно. Тройка это 3 метра, окружность четверка 4 метра, пятерка 5 метров. У УП-шек, УП-2 это 3,4 метра, УП-5 это 4,4 метра, и УП-7 это 5 метров в диаметре. Соответственно, вот эта палатка, это аналог палатки УП-7. Но они все же отличаются, за счет чего они дешевле. Самое главное отличие, это то, что у нее нету второго входа. У палатки один вход. И вот это самое-самое большое отличие. Соответственно, если вы планируете использовать эту палатку в очень жарком климате, летом, можно было бы открыть два входа и создать сквозняк. Тут же мы создаем сквозняк только за счет трех окон. У нас раз окно, два окно, три окно. Пожалуй, наверное, и все. Это все отличия от палаток серии УП. Так, а теперь давайте по расстановке. Что я хотел, чтобы было здесь 4 раскладушки и помещался стол. Я рассчитывал, что будут люди сидеть на раскладушках и пользоваться столом. Стол это большой. Он метр двадцать на шестьдесят. Но места настолько много, что здесь стоят раскладушки, под ними вещи. А здесь еще можно поставить шикарные стулья и всем сидеть на стульях. Либо можно стол сдвинуть. Давайте, допустим, вот сюда мы сдвигаем. Здесь прекрасно становится еще одна раскладушка. Никому она не будет мешать. Пятое. Три человека на этой раскладушке сидит. Три на этой. Итого может шесть человек тут спокойно находиться. Шестую раскладушку можно, конечно, поставить возле входа. Но это будет не очень удобно. Если считать, сколько людей здесь может лечь в спальниках, я даже боюсь представить. Не знаю, тут ровно ляжет человек. Не знаю, двадцать, наверное, можно спокойно уместиться. Также здесь хочется отметить, что она намного выше, чем вторая УП-шка. Вот смотрите, я стою вот у самой стены. Вот до стенки остается буквально тут полметра, чтобы что-то взять. У УП-шки же и в полный рост я мог только в центре встать. Здесь же настолько много воздуха. Ну, сами посчитайте. УП-шка вторая. Площадь пола было 9 квадратных метров. Хотя внутри не кажется, что там 9. Кажется меньше. Здесь же площадь этой палатки 19 квадратных метров. Квартиры бывают меньше площади, чем эта палатка. Сумасшествие. Не, я рад, рад. Мне прям это... Мне прям нравится. Поставить, раскрыть зонт в одного, конечно, сложнее. Но я смог в одного. Плюс она еще новая. Новые они чуть-чуть тяжело расходятся. Два-три раза ее сложить, выставить и будет отлично. Так, что еще хотел сказать? Дымоход. Вот у нас разделка тут под дымоход. Под печечку. Но, что заметил? Я вот сейчас его не открыл снаружи. И вот достать при моем метр восемьдесят семь я не могу. Разделку дымохода внешнюю надо открывать перед тем, как расставлять, раскрывать палатку. Также под печку, как и в упэшках, приточный клапан. Окошко. Ставим здесь палочку. И внутри, чтобы воздух у нас поступал. Каркас. Каркас здесь 10 миллиметров. У упэшки моей было 8 миллиметров. Габариты я вам показывал. Они идентичны, но очень близкие. Чуть-чуть. Эта палатка больше в собранном виде. По весу упэшка весит вторая. 21 килограмм ровно. Вот эту я взвесил в сумке. Также 29 килограмм. Разница не такая большая. Но площадь, площадь, конечно, решает. И даже все удалось упаковать в заводские размеры. Сумка сшита запасом. У упэшки надо постараться. А здесь прям легко. Да, чуть труднее собирать в одного объема. Все-таки больше, но возможно. Все, спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.